ПРОЕКТ Я ПОМНЮ Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Мужиков Анатолий Николаевич. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Интервью и литературная обработка Баир Иринчеев. Опубликовано 22 июля 2006 года. Часть первая. Сам я родом с Урала. В 1939 году я закончил на Урале десятилетку и приехал сюда, в Ленинград, поступать в институт. У меня тут и брат был. Приехал, но по конкурсу не прошёл и поступил в техникум. За два года техникум закончил. Это был торфяной техникум. В техникуме у нас была начальная военная подготовка, у нас был интересный преподаватель, старый полковник. Учились мы стрелять из винтовки, на высоком уровне была и физическая подготовка. В 1940 году этот техникум я закончил. Когда началась Советско-финская война, был набор добровольцев. Патриотизм был высокий. Я как раз в это время ещё учился в техникуме и тоже пошёл записываться в добровольцы. Пришёл, но набор был уже закончен. Так я не попал на финскую войну. В народном ополчении под Ленинградом Известие о нападении фашистской Германии на нашу родину всколыхнуло комсомольскую молодёжь, и я без промедления вступил добровольцем в ряды ленинградского народного ополчения. Народное ополчение сыграло большую роль, и важно то, что участники были простые люди. Там были и деды, и старики, и рабочие, и учёные. Все встали на защиту города. Я тогда работал за городом под Амгой. Из Амги я как-то раз пришёл в народное ополчение. Оттуда нас перебросили в Ленинград. Сформировали из нас первую дивизию народного ополчения. Размещались мы в здании, где сейчас располагается Нахимовское училище. На полях стадионов учили на сведении рукопашного боя, стрельбе, преодолению минных участков и другим премудростям боя. Обмондирование у нас было старенькое. Гимнастёрочки, пилотка, ботинки с обмотками. Шинели старенькие, тёмно-коричневые, мы их в скатках носили. Просвечивали они на свету и продувались на ветру. Зимой, когда морозы были за 30, это было уже в Невской Дубровке, дополнительно выдавали старые застиранные от крови ватники, но и это не спасало нас от лютых морозов. Вот так всё простенько. На вооружении были старые царского времени карабины, по одному подсумку на брезентовом ремне. И, конечно, противогаз всегда у нас болтался. Касок у нас миномётчиков и артиллеристов вообще не было. Я тогда уже был заряжающим в батарее 120-мм миномётов. Батарею три миномёта с прицепом на конной тяге. Ночью нас погрузили и вывезли на место боёв. Прибыли мы в Стрельну, и там мы приняли боевое крещение. Там мы оказались отрезанными от Ленинграда, как бы во второй блокаде. Там были бои, это мои первые бои. Тяжело было. Немец сильно наступал. Армия народного ополчения – это всё-таки не кадровая армия. Она была сформирована в очень короткие сроки, и жителей города разных возрастов и профессий плохо обучена и вооружена. Может, поэтому не смогли сдержать. Необстреляны мы были. Какая у нас сила была? Командир батареи у нас был чуть ли не профессор. Но какой из него воин? Сосредоточив большие силы, применяя массированные лёты артиллерии, авиации, немец прорвал там нашу оборону. В этом бою прорвался через оборонительную полосу немецкий танк и угодил прямо на позиции нашей миномётной батареи, раздавил один миномёт и два миномётных прицепа. После этого случая нам приходилось перевозить миномёты на повозках в разобранном виде. Мы с разрозненными пехотными подразделениями, сдерживающими немцев, с короткими боями отходили по берегу Финского залива к Араньенбауму. Проходя через Петергов, я с душевной болью смотрел на удручающую картину Нижнего парка. Заброшенные фонтаны, некоторые скульптуры разбиты. К счастью, многое успели спрятать, закопать и вывезти. В Араньенбауме уже были подготовлены оборонительные рубежи по берегу небольшой речки. Там опять в оборону и держали там оборону. Сумели там остановить продвижение немцев. Араньенбаум оказался отрезанным от Ленинграда и стал плацдармом. Тяжело было. Нам большую помощь оказывал Кронштадт. Мы как раз напротив Кронштадта стояли. Его нам видно было хорошо. Как начинает Кронштадт стрелять, немец сразу затихает. Только и слышно шипение. Ж-ж-ж-ж. Снаряды летят через головы. Уже в Араньенбауме народные ополчения стали переформировать в кадровые дивизии. Я попал в 10-ю стрелковую дивизию. В октябре командование решило вывести 10-ю стрелковую дивизию на другое направление обороны Ленинграда. Когда нас собирались днем перебрасывать в Ленинград, немец, очевидно, об этом знал. Мы сосредоточились на пирсе, подогнали самоходные баржи, начали грузиться. А он как открыл шквальный огонь по пирсу, перебил там много. Я помню, мы с товарищами успели укрыться под штабелем бревен, сидели там. И только под покровом ночи сумели нас собрать, пехоту дивизии погрузить самоходные баржи. Все были душевно подавлены пережитым днем. Погрузились без происшествий. Я уже в таком состоянии был, что не знаю, будь что будет. Завалился в трюм в этой барже на нары и решил заснуть. Нас повезли в Ленинград. Шли в темноте под носом у немцев. Немцы неоднократно открывали артиллерийский огонь. Но Кронштадт своей мощной артиллерии заставлял немцев замолчать. Конечно, мы все обовшивившие были, потому что не мылись несколько месяцев на плацдарме. Помылись в Ленинграде, сменили белье и после этого почувствовали облегчение. Подкормили нас чуть-чуть, потому что Ленинград уже тогда был в блокаде и особой еды не было. После этого дивизию пополнили личным составом и нас перебросили в Невскую Дубровку. И там мне пришлось побывать на Невском пятачке. Интервью и литературная обработка Баир Иренчеев Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Мужиков Анатолий Николаевич Невский пятачок Когда мы были на Невском пятачке, мы не могли даже корректировать огонь. Настолько все хорошо просматривалось и простреливалось немцами. Земля была перемешана со снегом, все было черное. Поэтому для пехоты там были очень тяжелые условия. Голод, холод. Умирали от голода и от мороза пехотинцы. На правом берегу Невы стояли в основном артиллерийские части. В ноябре 1942 года пехота нашей дивизии сменила другие пехотные части на пятачке. В сентябре 1941 года остатки нашего минометного подразделения, которое входило в 1-ю гвардейскую дивизию народного ополчения, вошло в регулярное армейское соединение, 10-ю стрелковую дивизию. Части этого соединения были очень потрепаны в боях. Из Ленинграда через несколько дней отдельный минометный дивизион, входящий в 10-ю стрелковую дивизию вместе с нашим минометным подразделением, был переброшен на более тяжелый участок Ленинградского фронта, Невскую Дубровку. По пути на новое место боев мы проезжали по Всеволожскому району мимо станции Рахья-Ириновка, торфяное предприятие Ириновское, которое в этот период напряженно работало, давая топливо блокадному городу. При виде этих мест на меня сразу нахлынула масса воспоминаний о времени, проведенном здесь, когда я работал в период практики и учебы в Ленинградском техникуме по специальности электромеханика торфяных машин, воспоминания о товарищах, ребятах и девчатах нашего техникума. В одном из поселков торфопредприятия жили мои хорошие друзья с родителями. Это Николай Кононов и его жена Валя, которые поженились еще учась в техникуме. Я ничего о них не знал, а как хотелось повидаться. После войны я побывал в их семье. Какая волнующая была встреча. Находясь несколько дней в Ленинграде до прибытия на новое место, пришлось видеть и уже испытать ужас надвигающейся блокадной зимы для населения и войск фронта. В октябре наступил голод. У жителей не было продовольственных запасов, так как никто не ожидал той блокады и суровой зимы. Город находился в полном мраке. С наступлением темноты улицы становились пустынными, да и днем очень мало появлялось людей, так как часто были обстрелы и бомбежки. Многие ленинградцы эвакуировались и многие разъехались за город, надеясь выжить там. Привезли наше подразделение рано утром в район поселка Невская Дубровка, редкий лесок, болотная местность. Командир взвода объявил нам, что на этом месте будут наши огневые позиции. Зима уже вступила в свои права. Морозится хороший снег. По звукам пулеметных очередей разрывом снарядов стало понятно, что передний край рядом. Сразу приступили к оборудованию огневых позиций для двух минометов взвода. Земля на болоте, промерзлый песок с водой, как бетон. Принесли лом кирки, стали отрывать котлован под блиндаж. Ровики для минометов и ходы сообщения. Дни короткие, а нужно работу закончить засветло, так как без укрытия оставаться очень опасно. Уже поблизости от нас разорвалось несколько снарядов, а также где-то рядом под стволом деревьев шлепались пули. К вечеру основные работы были закончены, но многое сделать не смогли. Так как сами были ослаблены, питание уже было по норме блокадного Ленинграда. 300 грамм сухарей и один раз горячий в виде крупяного постного супа на сутки. Морозы крепчали, а мы были одеты в потрепанные старые шинели, армейские ботинки с обмотками. Позже нам выдали старые ватники под шинель, но при сильных морозах и истощении это не спасало. Солдаты постоянно мерзли. В первую очередь в открытый оборудованный ровик установили миномет, приведя его в боевую готовность. Для миномета разместили в нишах мины, все это тщательно замаскировали. Поблизости от боевой позиции построили землянку, котлован для которой отрыли, неглубокий, всего около метра, так как глубже выступала вода. За счет двойного наката из тонких бревен мы подняли землянку еще на полметра. Пространство внутри получилось не выше одного метра, а чтобы не лежать и не сидеть на голой земле, в землянку натаскали сосновых и еловых веток, получился мягкий ковер, но и высота за счет этого уменьшилась, поэтому залезать приходилось почти ползком, но внутри можно было сидеть. Постепенно жилище свое совершенствовали, установили небольшую печь в буржуйку, выведенную наружу железную трубу замаскировали, чтобы не видно было вылетавших из нее искр, особенно ночью. В углу в песке вырыли небольшую ямку, которая служила нам колодцем. Воду из нее пили и иногда готовили чай. Постепенно вода в грунте высохла, чем мы и воспользовались, углубив землянку еще на полметра, что дало нам возможность свободно, не сгибаясь, сидеть в ней и даже вставать на колени. Между бревен наката уложили еловые ветки и песок, этим теплили наше логово. На бревенчатые накаты сверху насыпали сырой песок, он замерз, превратившись по крепости в бетон. Это нас спасало от прямых попаданий снарядов и мин. Были случаи, когда при сильном артобстриле снаряды и мина били по землянке, не пробивая ее броню, ледяной песок. Сидя в землянке, особенно неприятно было ощущать звук разрывов. Вроде сидишь в пустой бочке, а по ней сверху бьют кувалдой, но и к этому пришлось привыкать. Как только начинался обстрел, весь расчет залезал в землянку, а по команде старшего по батарее к бою расчет моментально выползал из-под нее и занимал свои места у миномета. Наш расчет состоял из командира отделения орудия миномета, наводчика, заряжающего и подносчика мин. Я в то время был заряжающим. В тот зимний период наши войска неоднократно пытались прорвать оборону противника на левом берегу Невы, на Невском пятачке. А немцы также атаковали наши части, стремясь сбросить с пятачка его защитников. В таких случаях каждый день по несколько раз приходилось вести огонь из миномета всему дивизиону, До стрельбы из минометов расчет готовил мины заранее, то есть извлекал из ящиков, чистил от смазки, навешивал заряды на хвостовик, это мешочки с порохом, вставлял патрон-взрыватель в хвостовик мины и укладывал эти мины в ровик, готовыми к стрельбе. При команде к бою боевой расчет занимает свои места у миномета, а при команде огонь, когда миномет уже будет наведен на цель, согласно новых данных, я беру мину двумя руками, мина весом 16 килограммов, поднимаю над стволом, ствол миномета, это труба высотой примерно полтора метра, и аккуратно, чтобы не задеть хвостовиком ствола, опускаю ее внутрь. Очень тяжело и опасно приходится, когда ведется беглый огонь из миномета. За считанные минуты вылетает из ствола одна за другой десятки мин. В этот момент стоит сплошной грохот, а также отвратительный едкий запах сгораемого пороха, сильно нагревается ствол. Заряжающий в этот момент может не услышать звуковой летающей мины и в спешке опустить очередную мину в ствол, навстречу еще не вылетевшей. Вот тогда может произойти самое страшное – взрыв мины в стволе. Это прямая угроза погибнуть не только заряжающему, но и всему расчету. Такие случаи, к сожалению, в дивизионе были. Кроме того, противник обычно засекал наши батареи и при стрельбе обрушивал на позиции ответный арт-огонь. В ноябре морозы все усиливались, а продовольствие неуклонно уменьшалось. Тяжело и опасно стоять часовым на посту, особенно ночью в ботинках с обмотками, в ватнике, поверх налета старая, продуваемая насквозь шинель с карабином на готове. Часовой всегда должен быть готовым ко всяким неожиданностям. Были случаи, когда немецкая разведка проникала через Неву в наш тыл и делала налеты на артиллерийские и минометные батареи. По этому часовому нужно было постоянно быть на готове, чтобы вовремя успеть укрыться. С большим трудом мы выставили на посту по часу. На солдатский продовольственный паек стали давать по 150 граммов сухарей и один раз горячее. Обычно овсяный суп без жиров. Постоянный голод толкал нас на поиски чего-нибудь съестного. Иногда мы по очереди по одному под артообстрелом отправлялись в поселок и его окрестности за дровами, так как в расположении батареи вырубать лес на дрова запрещалось. Этим могли нарушить маскировку, да и лес был мелкий. Кому-то из нас удалось находить в поле под снегом замерзшие кочаны капусты, хряпу. В нашем подразделении командиром отделения был сержант из моряков. Зимой много моряков с кораблей направляли служить для пополнения сухопутных частей. Наш сержант был справедлив, жил с нами, относился ко мне хорошо, видимо, потому что я без разговоров выполнял все его поручения, у меня всегда были заготовлены хорошие дрова, я не курил и иногда отдавал махорковые папиросы ему. Однажды я заметил на болоте одиноко стоящее дерево, смолистая сухая сосна хорошо горит в печи, думая, вот будет от таких дров тепло. Вечером отправился я с топором по глубокому снегу к этой сосне и как только ее срубил, так сразу по этому месту немцы открыли артогонь. Снаряды рвались вблизи меня и я очутился в кольце разрывов. Захватив топор, бросился на утек, мотаясь в глубоком снегу из стороны в сторону и даже ползком с трудом вырвался из этого огненного кольца, успев скрыться в кустах. Оказалось, что одиноко стоящее дерево являлось ориентиром для немецких артиллеристов. Они хорошо видели, как я его срубил и лишил их нужного ориентира для ведения артиллерийского огня. В следующий раз, разыскивая дрова вблизи поселка, я наткнулся на засыпанную снегом убитую лошадь. Правда, была уже не лошадь, а только ее замерзшая шкура, но в то время для нас была спасательная находка. Я быстро нарезал и забрал с собой несколько кусков, а потом стал искать под снегом еще что-нибудь, не обращая внимания на опасность, так как местность была просматриваемая и простреливаемая немцами. Увлекшись поисками, я очутился во враге в одном двух километрах от поселка, где увидел занесенные снегом землянки, из торчащих труб шел дымок, я постучал ближайший и услышал детский голос, разрешающий мне войти. Открыв небольшую дверь, я сразу ощутил, как из нее на меня пахнуло вместе с теплом тяжелым затхлым воздухом. В землянке было полутемно, из небольшого окошечка падал тусклый дневной свет и можно было различить пожилых людей, мужчину и женщину, мальчика лет десяти и девушку. Все они были закутаны в разную старую одежду, в темноте их лица рассмотреть было трудно. Вместо кровати сделаны нары, на которых сидели и лежали обитатели землянки, небольшой стол, в углу печь буржуйка и еще какой-то домашний скарб. Оказалось, это семья из Ленинграда. Когда началась война, эти люди приехали к родственникам в Невскую Дубровку и вместе с другими жителями поселка сделали в этом обраге землянки, надеясь на то, что здесь безопаснее, чем в поселке. Хотя и землянки часто подвергались обстрелу. Их небольшие запасы продуктов быстро таяли, но они надеялись на скорый исход войны. Я был потрясен увиденным. Мне стало так их жаль, что я решил без раздумий отдать им замерзшие куски лошадиной шкуры, которые можно было использовать в пищу. Было заметно, как они обрадовались моему подарку. Когда я уходил, меня проводила эта девушка, звали ее Нина. Тут я увидел, что Нина была одета в большие старые валенки, зимнее пальто старого покроя, явно взрослого человека, на голове ушанка. В этом виде она выглядела очень смешно и жалко, но главное, что меня поразило, ее худое и бледное лицо, которое показалось мне красивым. Я, конечно, растерялся и не знал, что говорить. Она рассказала, что с ней ее брат, а пожилые люди дядя и тетя. Они жили в Ленинграде на Моховой улице. Там она училась в 10-м классе. Отец их на фронте, а мать погибла в Ленинграде. Я очень кратко рассказал о себе. Нина еще раз поблагодарила меня и просила, если можно, навестить их. Я был так расстроен и тронут, увиденным в этой неожиданной встрече, что даже не заметил, как дошел до своей гневой позиции. Хорошо, что я не забыл по дороге еще отрезать кусок лошадиной шкуры для своих ребят. Командир отделения встречал меня недовольным и отчитал за задержку, так как он всецело отвечал за меня, но увидел, что я принес кусок шкуры, подобрел и прекратил меня ругать. Отстояв на посту или освободившись после стрельбы из минометов, промерзнув до костей, мы залезали в свою спасительную землянку, где от буржуйки было тепло, а от коптилки блаженства. Лежа на мягкой подстилке и схвои, мы часто вели разговор о еде, кто, когда и что ели и сможем ли еще раз досыто и вкусно поесть. Этими разговорами мы только разжигали аппетит, пользы для голодного от этого было мало. Принесенную мною шкуру разрезали на кусочки и обработали ее в огне, выскобалили, хорошенько вымыли, потом сложили в котелок с водой и сварили на буржуйке. Вот только соли у нас почти не было. Не помню, сколько времени варилась наша варева, но помню, какой аромат стоял в землянке при этой процедуре. Содержимое в котелках охлаждали и получался прекрасный аппетитный студень. Только блаженство для нас было кратким. Наше подразделение по причине экономии мин стали стрелять реже, времени свободного было достаточно и мне удавалось с разрешения сержанта два раза сходить за дровами и остатками замерзшей шкуры. Используя свои подходы, я ухитрился исходить во враг, где расположились беженцы. Я с нетерпением ждал встречи со своей новой знакомой. Кроме того, мне хотелось чем-то помочь. От своего блокадного пайка, конечно, я оторвать ничего не мог. К счастью, в то время мое некурение спасало мне жизнь, а также избавляло от многих болезней. Наш продовольственный паек курева, махорка или папиросы, или даже для поддержания организма по сто граммов водки. Иногда нас по одному направляли часовыми охранять землянку командира дивизиона или еще какого-нибудь важного начальника. Были случаи, когда я знакомился с ординарцем, который был одновременно и поваром командира дивизиона. У начальствующего состава был хороший паек, от него многое перепадало ординарцу, а ему только не хватало курева и водочки. Воспользовавшись этим, я отдавал долю ординарцу в обмен на остатки обеда начальника, иногда возле их брендажей удавалось находить выброшенную еще съедобную луковицу или картофелину. Вот таким путем я поддерживал свой организм от полного истощения. Готовясь пойти к своим новым знакомым, я припасал кое-что из этих продуктов для передачи им. Мне еще два раза удалось навестить беженцев в заброшенных землянках. Каждый раз я с радостью нес им свое угощение. Две-три мороженые картофелины, две-три луковицы, кусочек хлеба, остаток мерзлой лошадиной шкуры. Они этому были безмерно рады, их положение все ухудшалось, они совсем ослаблены, не могли далеко отходить от землянки даже за дровами. Страшно было смотреть на их изможденные закопченные лица, но даже в таком виде моя незнакомка казалась мне красивой. Они все еще надеялись на спасение. Встречи наши были весьма коротки. Она дала мне свой ленинградский адрес, надеясь на встречу после войны. Конец декабря, морозы по 30 градусов, из минометов стреляли редко и только по указанию командира дивизиона в случае отражения атак немцев. Наши войска готовились к наступлению. Стала действовать дорога жизни, проложенной по льду Лаждашского озера, и питание солдат намного улучшилось. На паек стали давать по 250-300 грамм хлеба, сахар, а на обед баланду привозили в кухне на лошади. Солдаты подходили с котелком к месту прибытия кухни. Солдат повар черпаком отливал в протянутый котелок положенную порцию, а ложка у каждого солдата всегда была при себе воткнутой в ленту обмотки. Солдаты стремились съесть содержимое котелка как можно быстрее, чтобы выпросить еще и добавки, но, к сожалению, не всем это удавалось. Некоторые голодные и от этого весной они начали опухать и умирать. Кроме того, выдаваемый на день паек некоторые съедали за один присест или же обменивали его на курево. Этим обрекали себя на болезни и голодную смерть. Смешно и грустно вспоминать процедуру дележки дневного паека между солдатами отделения. Командир получал паек на все отделение, потом раскладывал его на равные порции по числу солдат одному из нас поручалось отвернувшись выкрикивать фамилию любого солдата. Сержант в это время клал тот или иной паек, а называемый солдат забирал эту порцию. Все порции делались почти точно равными, но каждому казалось, что какая-то из них обязательно больше другой, поэтому такая процедура всех устраивала, и все были довольны результатами. Новый 1942 год я встречал часовым на посту по охране миномета и землянки с моими товарищами. Стоял сильный мороз, светила луна, поблескивали звезды. Тишину нарушали только звуки пулеметных очередей, а небо освещали вспышки часто пускаемых воюющими сторонами осветительных и сигнальных ракет. Чтобы выдержать и не замерзнуть в течение моего часа, я все время ходил по траншеям и ходам сообщения и этим согревался, прислушивался, осматривался, думал о доме, родных, товарищах, домашнем уюте, тепле, еде. Я никак не мог забыть мою случайную знакомую, надеялся встретиться с ней. Иногда с большой земли приходили от тружеников тыла посылочки с теплыми вещами. Одна из таких попала в наше отделение. Содержание посылки мы поделили между собой. Мне достались теплые носки, а другим рукавицы, шарф и другие вещи. Все были рады этой дорогой о нас заботе. В подаренных носках я обнаружил небольшое письмецо, написанное детской рукой. Письмо девочке из города, название которого не помню. Она благодарила и воодушевляла нас, защитников Ленинграда, и обещала лучше учиться. Я послал в ответ письмо солдатский треугольник, но ответа не получил. Шел январь 1942 года. Морозы не ослабевали. Однажды командир батареи, старший лейтенант, фамилии не помню, появился в нашем отделении и почему-то определил меня к себе на наблюдательный пункт. На фронте командира подразделений всегда для себя в разведчике подбирали более надежных солдат. Комбат почти постоянно был на своем наблюдательном пункте и с батареей держал телефонную связь. С ними находился один солдат, который именовался разведчиком. В его обязанности входило обслуживание командира батареи, топка печи в землянке, противником и охрана НП. С этим заданием он не справлялся. Правда, днем еще приходил солдат, выполнявший обязанности связиста. Так я стал при командире батареи вторым разведчиком. Наш НП находился в 500 метрах от расположения минометной батареи на крутом, заросшем кустами мелким лесом берегу Невы. Переди ледяное поле, подступы к берегу заминированы. Наблюдательный пункт оборудован небольшой землянкой на четырех человек с легким покрытием, ровик с амбразурой, из которого можно было наблюдать за ледяным покровом реки и противоположным левым берегом, на котором укрепился зарывший землю противник. НП был оборудован в 600 метрах левее Невского плацдарма, то есть Невского пятачка. Напротив нас за рекой торчали силуэты полуразрушенных корпусов электростанции 8-й ГЭС с ее черными зловещими трубами. Фактически наш правый берег был передним краем для нас и нашей пехоты со сплошными окопами, небольшими землянками, в которых располагались солдаты, обороняющие позиции. Траншеями были связаны командирские пункты стрелковых подразделений и частей, узлы с пулеметными точками, из которых вели огонь пулеметчики, артиллерийские наблюдательные пункты. Вот это был наш оборонительный рубеж, передний край обороны. Правый наш берег со всеми его обитателями немцы обстреливали из всех видов имеющегося у них оружия. Особенно беспокоил нас пулеметный и ружейный огонь, так как расстояние между нами было небольшим и пули достигали наш берег быстрее, чем звук выстрела. В хорошие ясные дни особенно было опасно выходить из укрытия. Немцы нас хорошо видели и вели прицельный снайперский огонь. Пули свистели над нашими головами, шлепались от деревьев и нашим укрытием. Иногда немцы проявляли небольшую активность, ведя по нашим позициям артиллерийский и минометный огонь. В это время мы залезали в наши норы землянки и отсиживались, пока не стихал огонь. Нам было видно, как хорошо немцы укрепили свои позиции. Сплошные глубокие разветвленные траншеи, никакого движения, крепкие бетонные стены 8-й ГЭС скрывали подходы командные пункты. В новых условиях службы ННП во много раз усиливалась опасность и напряжение, особенно изматывало ночное дежурство на посту в мороз. Мы с товарищами делили ночь и день пополам, днем по несколько часов удавалось поспать и отдохнуть теплой землянке. Хорошо, что днем нам помогал приходящий с батареей связист, а главное в наших условиях улучшилось питание. Радно утром я и мой напарник брал термос и бежал метров пятьсот на батарею за горячей едой, куда входил скудный дневной продовольственный паек. Днем всякое хождение в районе переднего края прекращалось, так как было очень опасно, можно попасть под пулеметный огонь противника, а также демаскировался передний край. Опасно и страшновато было стоять на посту наблюдательного пункта ночью, когда знаешь, что перед тобой никого нет, кроме противника, а он коварен, достаточно было ему незамеченным преодолить ледяное поле Невы, как мог очутиться перед ним. Особенно тревожны и опасны темные ночи, когда плохая видимость, даже при спуске осветительных ракет. Немцы использовали это время, стараясь заслать разведку в наш тыл, в отдельные такие ночи неожиданно открывалась беспорядочная стрельба с обеих сторон, взлетали осветительные и сигнальные ракеты, стремясь пробить ночной полумрак над Невой. В этот момент на переднем крае все находятся в повышенной боевой готовности и так всю ночь идет перестрелка, а утром выясняется, что на каком-то участке группа немцев пыталась провести разведку и наоборот, в светлой ночи стоит зловещая тишина, которая нарушает периодические пулеметные очереди и одиночные оружейные выстрелы. С напряжением прислушиваешься и внимательно всматриваешься в снежную пустоту реки, слышно, как иногда от сильного мороза раздается словно выстрел, падающих в снег. Нас с товарищем, как разведчиков, пожалели и выдали старенькие валенки и полушубки. Конечно, эта одежда мало нам помогала, так как организм был ослаблен, а морозы 30 градусов. Наши войска, находящиеся в направлении Невской Дубровки, по всем признакам, в январе 1942 года готовились к прорыву обороны противника. Главный удар прорыва планировался через Невский пятачок. Для этого скрыт над противника командование заменяло воинские части на плацдарме новыми свежими силами, перебрасывали легкую артиллерию, боеприпасы, технику. Уже в то время стали применять артиллерию, выдвигая ее орудие на прямую наводку. Также было надумано выдвинуть и минометы как можно ближе к обороне противника, считая, что огонь в этом случае будет более эффективным. С этой целью вышестоящие командование приказало нашему командиру батареи переправиться по льду на плацдарм с целью изучения возможности переброски двух минометов и установки их на плацдарме для ведения стрельбы с ближнего расстояния. Мы с товарищем собрались сопровождать нашего комбата, захватив на несколько дней сухой паек, имея при себе по карабину с патронами. К вечеру были у места форсирования реки, но перебраться на пятачок было не так-то просто. На берегу в двух замаскидрованных землянках они строго проверяли документы при переходе на плацдарм, организовали охрану, сопровождение переправляющихся и так далее. Пройдя проверку, мы ждали в одной из землянок команда коменданта к переходу по льду, но, к сожалению, погода прояснилась, небо очистилось от туч и ночь стала светлой, что сделало невозможным наш переход. Нам пришлось ждать почти сутки и только к следующей ночи поднялся ветер, пошел крупный снег, ночь стала темной и видимость для противника сократилась до нуля. Из укрытий на переправе стали появляться группы вооруженных навьюченных тяжестями солдат. Спешно образовывались группы по несколько человек с сопровождающим проводником, который вел группу по проложенному польду коридору полосе. Только он мог знать маршрут движения и не мог сбиться в темноте или попасть на мину. Наша группа в 10 человек бесшумно вышла среди ночи на лед. Проводником был молодой солдат, предупредивший нас, чтобы при движении никто не курил, громко не разговаривал, не бряцал котелком, внимательно следил за его командами и подаваемыми им знаками, а при опасности обстрела или осветительной ракете ложиться в снег или следовать дальше. Стена ночной мглы и идущий идущий обильный снег полностью перекрыла видимость для немцев. Но они тоже знали, что в такое ненастное время может быть движение по льду и постоянно открывали артстрельбу по местам переправ. Но это было не прицельная, а беспорядочная стрельба. Взлетали осветители и ракеты, которые в темноте тускнели, не освещая ярко местность, падали в снег. В тот момент приходилось приостанавливать движение и ложиться. Шли гуськом, не отставая, так как за 10 шагов не было видно идущего впереди человека. Беспорядочный обстрел противника в переправ часто достигал цели. От разрывов снарядов и шальных пуль в рядах переправляющихся появлялись убитые и раненые. Вот впереди нашей группы разорвался снаряд. Движение приостановилось, все машинально попадали в снег, проводник образовавшейся воронке полыньи поставил свои мешки, чтобы никто не провалился в прорубь. Наше движение продолжилось по вновь прокладываемому маршруту в глубоком снегу. Ширина реки в этом месте была примерно 600 метров, а затратили на переход мы около часа. К счастью, у нас не было потерь. При прибытии на плацдарм нас встретил солдат-коменданта, проверил документы и, отметив наше прибытие, направил вместе с комбатом в штаб-землянку стрелковой части для согласования нужных вопросов. Проводник, прибывший с нашей группой, вновь собирал группу для переправы на правый берег, которая в основном состояла из раненых, обмороженных и санитаров, тащивших на волокушах, корытах, убитых и тяжело раненых. До утра в одной из землянок вместе с находившимися там солдатами мы в полулежачем положении смогли подремать, а с рассветом из траншеи увидели удручающую картину. Из траншеи высовываться было очень опасно, что затрудняло сделать хотя бы небольшой обзор местности. Невский плацдарм представлял из себя крошечный кусочек, отвоеванный у врага нашей земли, около двух километров по фронту и менее километров в глубину. Он был изрыт траншеем и заполнен землянками, блиндажами, огневыми точками и даже несколькими зарытыми в землю легкими танками. Здесь находились медицинские пункты, узлы связи, командные пункты. Территория Пятачка простреливалась вражеским пулеметным оружейным огнем. Чтобы добраться до какой-нибудь огневой точки, до штаба части, принести воды из реки или доставить термос из горячей пищи, приходилось ползти. Плацдарм был настолько населен, что почти каждый вражеский снаряд вызывало у его защитников потери. Но и это не все. Воины, как и жители осажденного города, жили и воевали на голодном пайке. В конце ноября да и декабря месяца красноармейцы получали только 250 грамм хлеба, сухарей. По несколько дней они не видели ни грамма жиров и мяса, совсем не ели овощей. Зима была суровой, а истощенный организм плохо сопротивлялся холодам. Случалось, что в траншеях находили замерзших. И в этой тяжелой обстановке люди совершали сотни, тысячи подвигов. Каждый, кто воевал, кто был на Невском пятачке, мог считаться героем. На Плацдарме постоянно шли бои то за расширение его или прорыв обороны противника, а то и за сдерживание атак немцев, при попытках уничтожить защитников пятачка, ликвидировать Плацдарм. Уже сутки, как мы находились на Плацдарме, наше возвращение задерживалось из-за ясной погоды. Командир батареи согласовал все вопросы с командованием стрелковой части. Из-за погоды нам пришлось трое суток быть защитниками Плацдарма. Постоянное наше местонахождение была землянка-траншея с огневой пулеметной точкой. Неоднократно с бойцами пехоты приходилось вести из своих карабинов огонь по переднему краю в момент опасности. Наш продуктовый паек был на исходе. Мы испытывали все трудности, лишения и опасности наравне с защитниками Плацдарма. Снега на территории пятачка почти не было, так как он весь был перемешан с землей. В землянке, где мы находились, было грязно, тесно, холодно. Печурку разрешали протапливать только ночью, чтобы дымок не демаскировал пулеметную точку. Кроме того, в землянке было темно, правда, солдаты додумались, как устранить эту гнетущую темноту. Самым примитивным средством освещения были обрывки телефонного кабеля. От гари и копоти, чада, испускаемого при сгорании этих светильников, лица людей становились черными, белыми оставались только зубы, да блестели глаза. Такими выглядели и мы. В ночь на четвертые сутки с ухудшением погоды нам удалось выбраться из этого ада трудом и опасностью перебрались через ледяное поле на наш правый берег. Невский плацдарм это крошечный участок земли. Назначение его в истории блокады Ленинграда в сражениях по прорыву блокады было очень велико. Наличие плацдарма на левом берегу Невы мешало переброске вражеских войск через Неву. Он стал трамплином для прорыва блокады и соединений с войсками Волховского фронта. Отвлекал большие силы группы армии Север от подготовки штурма Ленинграда с запада. Возвратившись к заданию, мы были не только уставшие, подавленные, но и порядком грязные. К нашему счастью, в этот день была баня для личного состава батареи. Баня устраивалась обычно через 10-15 дней. Это была просторная полуземлянка для одновременного мытья десяти человек с холодным тампуром для раздевания. Печь из бочки давала тепло. Пока ее топили, в помещении бани было прохладно. Выдавали чистое белье, а верхнюю одежду помещали в железной бочке, которой на костре сильно нагревали. И если и заводились насекомые в одежде, то от такой температуры в бочках они погибали. Так нас спасали еще от одной опасности. Тифа. Вскоре я заболел. Видимо, простыл в бане или при нахождении на пятачке. С высокой температурой несколько дней пролежал в землянке нашего отделения. Спасла молодость. Вскоре уже был в строю. Все это время мне не давали покоя мысли моих знакомых беженцев в землянках. Как обычно, под видом похода за дровами я решил посетить их. Хотя и был я очень слаб, но благополучно прошел весь путь. Подходя к землянкам, я почувствовал тревогу, заметив, что из труб не шел дымок, подходы занесены снегом, не видно никаких следов, во многих землянках открыты двери и выброшены разные вещи. На душе у меня уже не тревога, а смятение. Не помню, как очутился у знакомой землянки. Здесь тоже двери были открыты настежь и выброшены наружу старое тряпье, ведра, кадушки и прочее. Заглянув внутрь, я пришел в ужас. Там все было перевернуто, вероятно, кто-то что-то искал. Присмотревшись, я увидел, что на нарах лежали замерзшие, прикрытые тряпьем, тела людей, в лицах которых я узнал своих знакомых. Они лежали, прижавшись друг к другу, пытаясь, видимо, как-то согреться. Жестокость времени, голод и холод сыграли свою роль. Увиденная трагическая картина с замерзшими людьми в землянках окончательно вывела меня из равновесия. На обратном пути мне было так тяжело, что я не мог сдержать слез и думал, неужели на их землянки кто-то напал. Но нет, вероятно, разграбление произошло после их смерти. Долго еще я не мог успокоиться от увиденного и пережитого, но жизнь продолжалась, и каждый житель и защитник блокадного города боролся за свою жизнь. В феврале месяца стихли морозы, героически действовала дорога жизни, в войсках прибавили продовольственные пайки. На нашем участке фронта напряжение боев не спадало, продолжались бои местного значения, войска скрыто готовились к прорыву обороны противника, а значит и к прорыву блокады. Я продолжал быть на НП при командире батареи в качестве разведчика. В один из дней февраля рано утром я возвращался с обедом с нашей батареи на НП по дорожке, по которой приходилось ежедневно ходить за обедом кому-то из нас двоих. Были участки, которые противник часто обстреливал. Обычно эти места мы преодолевали бегом, и вот, когда я очутился у опасного участка, немцы открыли огонь, я старался бегом вырваться из зоны обстрела, но не успел этого сделать, так как близи меня разорвались два снаряда, взрывной волной меня отбросило на землю. Обстрел прекратился, я лежал в снегу, весь обсыпанный землей, не смог подняться, голова болела и гудела, в ушах звон, все тело от удара болело, пробирала дрожь. К моему счастью, вскоре появились два солдата-телефониста, которые от взрыва устраняли порыв телефонных кабелей, они помогли мне добраться до расположения нашей батареи. Термос, что я нес, был разбит. Телефонисты говорили, что на этом месте в тот же день были ранены еще два солдата, из-за расположения батареи меня, контуженного, увезли медицинский и санитарный батальон номер 111, расположенный в лесу за поселком Невская Дубровка. В медсанбатах, поступивших раненых, контуженных и больных, долго не держали, и через несколько дней меня перевезли в полевой фронтовой госпиталь, где установили, кроме всего прочего, еще и цингу. У меня стояла высокая температура, опухли ноги и не было аппетита. Госпиталь находился в лесу, это были большие парусиновые палатки. Попав сюда, я почувствовал, что словно очутился в раю после ада. Чистая постель на раскладушках, тишина и покой. Молодые сестры относятся к больным душевно, намного лучше их кормят. Правда, мне не нравилось часто пить настой из хвои, он был горький, но это были такие необходимые витамины. Пока я находился на излечении, в госпитале нашу 10-ю стрелковую дивизию и отдельный минометный дивизион перебросили из района Невской Дубровки на Карельский участок фронта. После окончания лечения госпиталя по моей просьбе меня направили в мою часть и мое подразделение, куда я добирался самостоятельно. Дивизия моя была уже на Карельском перешейке на формировании и отдыхе. Мне предложили поехать в минометное училище, и я согласился. Так я попал в минометное училище в Пензу. Через Ладогу перебирались по дороге жизни. Конец первой части. Читал Олег Лобанов. Продолжение следует... Продолжение следует...